Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александра Новак. Вы смотрите рубрику «Родителям о детях». Наш сегодняшний эксперт развеет некоторые мифы. Вот, например, многие родители считают, что задача их, как родителя, сделать детей счастливыми. Однако это совсем не так. «Как так?» — спросите вы. Давайте разбираться и знакомиться с тем, кто так утверждает. Это Алика Сорокина, психолог и автор Академии любящих родителей. Здравствуйте! Ну, мы еще вернемся к этому вопросу, потому что это очень интересно, как так, потому что многие все-таки считают, что это их главная, вообще основная миссия в жизни, как родителя. Но сначала познакомимся с юными экспертами. Аня, тебе 11 лет, вот свои 11. Что для тебя счастье? Ну, это какие-то впечатления, наверное, когда вот, например, тебе подарили какой-то подарок, который ты очень долго ждал. Или куда-то свозили, или ты что-то сделал такое, что прям вот дух захватывает. А помнишь последнее свое ощущение счастья? С чем это было связано? Я сегодня была на рампах, каталась на самокате, и вот я смогла заехать на самый высокий бортик. И почувствовала себя счастливой, что это получилось. Хорошо, спасибо большое. Даниэл, тебе 10 лет? Да. В свои 10. Как ты можешь сказать, вот что такое для тебя счастье? Ну, счастье для меня это, когда есть семья, и все хорошо, и все здорово. А вот чувство счастья, когда ты последний раз его так прям испытывала? Ну, когда я вчера каталась на рампах, мне удалось съехать с горки. То есть это какое-то было достижение, которое тебя очень порадовало, и ты почувствовала себя счастливой. Хорошо, спасибо, понятно. Доминика, ну ты у нас самая старшая, 12 тебе лет уже. Расскажи ты, с высоты своего возраста, что такое счастье для тебя? Да. Для меня счастье это видеть улыбку на лицах своих близких и друзей, конечно же. Когда я получаю хорошие оценки в своем табеле, и когда я думаю, что у меня все хорошо, я получаю свою любимую еду и кушаю. Ну вот, а вот последним каким-то вот счастливым моментом поделись с нами, что это было? Это было сегодня, когда я думала, что я опоздаю в школу, но я не опоздала. Это было такое счастье для меня. Хорошо, спасибо большое девчонке. Алика, ну, сперва мы начнем вообще такой серьезный разговор о счастье. Все-таки хотелось бы несколько слов о том, что девочки сказали, насколько это соответствует тому, как мы взрослые понимаем счастье наших детей. Да, на самом деле ситуация такая, что мы путаем такие главные важные вещи, такие как счастье, удовольствие и благополучие. Потому что на самом деле счастье это когда все части вместе, там даже в корне есть с части, все части вместе. И мы чувствуем себя такими едиными с бытием, то есть в точке взаимодействия с миром. И тем самым мы чувствуем себя автономными, но при этом мы ощущаем поддержку других людей, то есть то, что важно. И вот движемся в своем уникальном развитии. Очень многие родители действительно путают, что наша основная задача это сделать детей счастливыми. И, к сожалению, есть такая ситуация, что когда ребенок испытывает негативные эмоции, родители хотят сделать все, чтобы он их не испытывал, потому что для них это состояние его несчастья. Но на самом деле это не так, потому что негативные эмоции, их переживания, оно к несчастью не имеет никакого отношения. И очень важно, и даже вот в этих негативных эмоциях важна поддержка родителей. Важно, чтобы родители научили как бы детей тому, как это переживается, и дали им в этот момент поддержку. И на самом деле, если так глубоко задуматься, то счастье это такое вот... Почему детей не надо делать счастливыми? Посмотрите на детей, возьмите маленьких детей, год, два, три, они уже изначально счастливые. Почему? Потому что они могут переживать момент здесь и сейчас, и осознавать его, чувствовать. Они не в будущем, как многие взрослые, не в прошлом. Потому что если мы задумаемся, то наша большая часть переживает прошлое, какая-то еще часть, ну, тоже достаточно большая, находится в будущем. А мы вот здесь и сейчас, очень маленькая процента сознания, да, как бы. Поэтому на самом деле, почему я говорю, что счастье это навык, да, больше, как бы, который мы можем, в принципе, формировать у детей. То есть наша задача, как родителей, не сделать все для того, чтобы наши дети были счастливыми, а сделать все, чтобы они обрели навык... Навык фиксировать вот эти моменты, как бы, да, то есть и научились их складывать вот в одно целое, да. И если наступает самое интересное и полезное, потому что мы сейчас раскроем несколько секретов... Маленьких секретиков о том, какие бывают такие техники, да, которые мы можем делать вместе с детьми для того, чтобы они научились действительно вот фиксировать. Один из вот таких вот достаточно простых вариантов, это когда еще, особенно ребенок уже может писать, это такая тетрадка счастья, или мы в нее собираем маленькие чудеса повседневности, да, то есть где мы в конце дня можем записывать. А что же сегодня сделало нас, вот, дало нам вот это ощущение, да, как бы. Вот девочки сказали о том, что вот когда есть какой-то успех, да, это действительно про нас, да, поэтому вот можно фиксировать его в такие тетрадочки. Ну, то есть это любой красивый блокнот, правильно? Любой красивый блокнотик, да, вот у девочек здесь несколько лежит, как бы. Причем они зачастую, смотрите, вот, пожалуйста, счастливы каждый день, да, то есть, пожалуйста, получается, индустрия сама по себе... Индустрия уже сама по себе придумала. Есть дневнички тоже такие специальные, даже есть дневнички, которые уже изначально, там не просто, допустим, такие листики разлинеенные, да, то есть там есть уже, ну, как шаблоны такие форматы. Но, конечно, лучше все-таки, чтобы ребенок, ну, творил сам, как бы, да, то есть им вообще было бы совершенно потрясающе, если бы вы вместе могли бы этот дневник сделать, да, чтобы он у вас был. Но важно, очень важно помнить родителям о том, что дети учатся, как переживать счастье от нас, то есть очень трудно быть счастливым, как бы, ну, то есть научиться переживать счастье, когда родитель сам несчастлив. Ну, безусловно, да. Так, это одна техника. Да, потом есть вот такие вот замечательные баночки, да, то есть здесь их тоже можно сотворить. В эту баночку мы тоже собираем маленькие чудеса повседневности, можно очень по-разному записывать, можно записывать просто вот так на листиках, как бы, да, то есть можно сотворить вот такие вот, девочки мне тут уже наделали, звездочки, покажи, Аня, вот свою звездочку, вот эту вот. Вот звездочку, да. То есть вот такие вот звездочки, как бы, на которых тоже можно писать, это, ну, более для маленьких детей, потому что, допустим, ребенку, который там в первом классе, как бы, ему скучно просто на бумажках, да, то есть ему хочется что-то более творческое, да, то есть... И вот еще раз, эта баночка маленьких чудес повседневности, куда мы складываем наши моменты, мгновения, переживания, счастья. То есть мы берем любую банку. Любую банку, красиво ее оформляем, оформляем, конечно же, вместе с ребенком. Вот это содействие, это вместе, когда мы вместе делаем, да, и только тогда у ребенка будет энтузиазм это делать, да, то есть, и, конечно же, потом в дальнейшем энтузиазм продолжать это уже во взрослой жизни, да, потому что, если задуматься, то во взрослой жизни у взрослых людей тоже могут быть вот такие чудные баночки. Даже было бы очень полезно, что, наверное, ты не был. Полезно, если бы они это собирали, как бы, да, то есть такая баночка была бы у каждой мамы, у каждого папы. Ну, папу сложнее, наверное, привлечь, но все-таки тоже... Мама могла бы записывать за папой. Мама могла бы записывать, как бы, да, то есть еще одним таким вот вариантом, то, что я хочу сегодня девочкам предложить, это сделать такие браслетики, как бы, да, то есть на которые мы, как на ниточку, вот, каждая эта бусинка будет одно событие, которое, вот, допустим, было сегодня в вашем дне, да, то есть, и вот, когда вы будете нанизывать, просто вспоминайте об этом событии. То есть, девочки, смотрите, вот у вас есть ниточки. Ниточка счастья. Ниточка счастья. И анюточки. Так, вот вам бусики, выбирайте любые, любые бусинки, которые есть, да, то есть. Это что? Ну, на самом деле, вот этот поднос, он замечательно отображает нашу жизнь, потому что вот эти вот маленькие мелочи, радости жизни, они разбросаны. Они разбросаны. Да, и маленькие. Очень часто за счет того, что мы вот в такой суете, мы не можем фиксировать, мы не можем замечать их и им наслаждаться, да. Почему? Потому что нам всем кажется, что вот, ну, для того, чтобы я был счастливой, мне нужно обязательно сейчас поехать в отпуск, сделать какое-то совершенно большое событие, там, не знаю, купить машину, пойти, там, устроиться на какую-то супер-мега-работу. А на самом деле вот эти вот маленькие моменты, они в каждом дне, в каждом нашем дне. И вот навык заключается в том, чтобы уметь это собирать. Доминика, что из всех способов, предложенных Аликой, тебе бы вот понравилось больше всего? Мне понравился больше первый способ, потому что... Это блокнот вести. Потому что каждый человек выражает свое счастье по-разному. И если человек, ну, уже в своем осознанном возрасте может формулировать свои мысли, может записывать, это будет как личный дневник счастья. И когда он будет прочитывать это, он будет вспоминать эти счастливые моменты в своей жизни, и улыбаться, и вспоминать, как это было хорошо, ощущать это. Ну, а у тебя такой дневник есть? Да, есть. Есть. А с какого возраста ты такой ведешь? Ну, если честно, то я даже не помню, с какого. Ну, это просто дневник, который ты записываешь все, что происходит? Да. А вот хорошо, тогда Алика, у меня вопрос. Вот действительно, дневник это распространенное, особенно в наше время было, да? Сейчас не так часто. Но тем не менее, этого достаточно или должен быть какой-то отдельный дневник, где мы только хорошее записываем? Я бы предложила все-таки отдельно, потому что именно дневник это больше как самоанализ, и может быть даже не отдельную тетрадку, а вот, допустим, одна страница, и у тебя вот на второй странице вот эти вот маленькие чудеса повседневности, то есть ты собираешь, да? То есть, а вот на другой страничке ты просто записываешь события дня. Согласна? Как анализ, как вот такой вот. Да, потому что, да, ты просто анализируешь, а тут ты прямо вдохновляешься счастьем. Все, Даниэл, какой вот формат тебе ближе? Ну, наверное, третий. Это что, бусинки? Да. То есть делать что-то красивое такое, анализовать? Ну, у тебя пока нет такого браслета счастья? Нет. Ну, явно теперь будет. Да. Хорошо. Анют, для тебя какой способ самый интересный? Баночка, блокнот или браслет? Наверное, баночка, потому что можно как-то туда вписать какие-то и желания, можно и какие-то действия, или куда ты хочешь там, и их доставать, и вот это вот делать, что делает себя счастливым. Смотрите, все разные, да, очень интересно. Но здесь еще один вопрос возникает. Это все очень хорошо. Мы дали теперь инструменты, которыми можно пользоваться. И это вдохновляет. Сегодня мы делаем баночку, браслет и так далее. Как удержать это намерение? Потому что это как раз-таки, опять-таки, ответственность взрослых. Как через неделю еще наполнять баночку счастьем, что-то записывать, продолжать? Вот от чего это зависит? Знаете, это зависит от очень такого важного совместной деятельности родителей и ребенка, потому что ребенку очень длительный период времени, долго, важно, чтобы родитель был вот вместе, да. То есть, и поверьте, если мы будем, ну, конечно, если мы сядем один день вместе с делой, а на второй, скажем, делай сам, то это, ну, абсолютно не будет удерживаться, это как воли, потому что у ребенка еще ему сложно, да. Но вот если это будет совместная деятельность, это будет еще дополнительное, как бы вот такое, это об отношениях, вообще это о любви, да. То есть, потому что у нас сейчас очень мало времени, мы все бежим, вот эта суета, постоянно хотим что-то успеть, огромный информационный поток, и если подумать, сколько времени мы уделяем нашим детям, да, то есть, потому что самое дорогое, что мы можем подарить ребенку, это время, да, то есть это вот такой очень важный ресурс. И это время необходимо ребенку не только, когда ему, там, год-три, это время ему необходимо тогда, когда ему и 10, и 12, и 14, и 15, как бы, да, поэтому это вот о совместном событии родителей ребенка. Ну и в том числе, наверное, можно сказать для очень слишком ответственных родителей, что, ну, ведь не так важно прям каждый день фиксировать, потому что можно же раз в неделю хотя бы, да, там, субботу, то есть, да, самое главное, чтобы, ну, вот это было... Создать традицию. Традицию, создать традицию, да. То есть вот когда создана традиция, вообще традиции держат, как бы, такое вот... вообще на них основана семья, да, то есть если вот такая традиция в семье есть, даже, кстати, вот, может быть такой традицией, когда мы вечером за ужином делимся тем, что сегодня произошло в нашей жизни, такого значимого, важного, и что делало нас сегодня счастливыми. Пусть это будет даже не каждый вечер, там, допустим, один вечер в пятницу, когда вся семья вместе ужинает. Это же замечательная традиция, потому что ребенок не только может говорить, он может еще и слышать. Девчонки, у вас есть какие-то семейные традиции, которые вас очень радуют и наполняют счастьем? Ну, кому первому приходит на ум? Мы собираемся, можно сказать, каждую неделю, там отдельный день, это как получается, за столом, и рассказываем события, которые нам понравились, которые с нами приключились, и делимся ими, даем совет, там, смеемся вместе, там, говорим им тоже вместе. Это действительно очень здорово, что у вас находится для этого время, потому что это самое дорогое. Девчонки, у вас есть что добавить? Не приходит что за на ум, да? С какого возраста можно начинать практиковать, фиксировать моменты счастья? Ну, это, безусловно, конечно, все-таки младшие школьники уже, да, то есть и в этом возрасте просто проще, как бы, ну, более разнообразен репертуар, скажем так, да, то есть потому что маленькие дети, у них основной механизм научения, это подражание. И вот состояние счастья родителя, да, наслаждение жизнью, ну, не наслаждение, а даже вот такое вот проживание жизни в ее полноте, вот это важно для детей дошкольного возраста, очень важно. То есть так дети учатся тоже быть счастливыми. Ну, по сути, первый шаг тогда, который может сделать мама или папа, это взять и завести такую баночку, баночку, дневничок. Более что-то наглядное, чем, конечно, ну, можно и дневник, да, но чтобы ребенок знал, что такое есть. Что это существует. Еще, конечно, то есть вот в семье вот эту традицию, когда мы делимся друг с другом, она может быть даже, когда ребенок еще только родился. Ну, а если у нас уже дома подросток, вот смотрят нас телезрители, понимают, упустили, уже такая самостоятельная личность, как правильно подойти и об этом поговорить или научить этому, или уже поздно? Нет, не поздно, потому что на самом деле самое важное, что нужно подросткам, это любовь и внимание родителя. Как бы нам ни казалось, что он ершистый, вот такой колючий ежик, как бы, да, то есть, но его потребность быть вместе с родителем, она очень высокая, поэтому никогда не поздно, да, то есть для отношений никогда не поздно. Но, безусловно, это не должно быть директивно, так, мы с тобой садимся, сейчас мама сказала, мы так делаем, с подростком такие варианты не пройдут, как бы, да, то есть здесь можно только привлечь, да, то есть вот я хотела бы, мне было бы это важно, а как тебе, потому что с подростком уже очень важно разговаривать, и, естественно, выбор способа, как делать, он за ним, а не за нами, да, то есть не мы предлагаем, давай-ка мы сейчас с тобой сядем и будем писать. Ну, кстати, здесь действительно очень важно подчеркнуть, что из этого ребенок должен выбрать сам, что ему ближе. Да, что ему ближе, вот как мы сегодня девочек спрашивали, что ближе, да, как бы, кому-то вот одно, кому-то другое, как бы, да. А насколько важно вообще проговаривать с ребенком, что делает его счастливым? Ведь, по сути, мы живем по своей такой, ну, мы думаем, что вот так, у нас есть свои стереотипы, что его делает счастливым. Насколько важно его спросить об этом? Так, дети не маленькие, взрослые. Очень важно помнить о том, что у них немножко другой способ восприятия, поэтому лучше всего читать книги, сказки, простите, рассказы, есть притчи, да, про счастье, и только после этого обсуждать. Если мы напрямую сейчас заведем серьезный разговор, как бы, допустим, с ребенком, который первый класс, да, у-ка, давай сядем, поговорим о счастье, да, то есть это ни о чем, да, то есть сначала можно распаковать это понятие. Существует очень много различных сказок на эту тему, и притч, и историй, просто нужно найти свои, те, которые близки вам по ценностям. Но здесь все-таки, опять-таки, все равно начинается с родителей. Как и все, родительские и детские отношения все-таки начинаются с родителей. Да, и сейчас хочется такой заключительный совет родителям дать, которые, конечно, очень много работают, у них действительно мало времени остается на что-то другое, как им, здесь и сейчас, самим поймать этот момент счастья и остаться, и начать практиковать вот это в своей жизни вместе уже с детьми. Ну, для этого, конечно, нужна осознанность. Вот прямо сегодня вечером выйдите на улицу вместе со всей семьей и просто попробуйте вдохнуть вот этот воздух, который уже наполнен летними запахами, просто побыть вместе, вот побыть и никуда не бежать, не думать о будущем, не вспоминать о прошлом, а быть здесь и сейчас, и прийти домой и зафиксировать. Девчонки, ну и в заключение еще от вас хочется советов тем же взрослым дать. Как можно сегодня поймать еще момент счастья? Вот, Доминик, как тебе кажется? Вот Алика предложила выйти на улицу. Что предложишь ты? Мне кажется, вечерняя прогулка, я поддерживаю Алику, вечерняя прогулка это самое лучшее, потому что на свежем воздухе и голова лучше работает, и как-то всегда воздух ассоциируется с какими-то своими счастливыми моментами в жизни. То есть, там, например, когда ты первый раз упал, это тоже как счастье, можно сказать. Но это, там был определенный воздух, там летний, там либо зимний, но сейчас у нас он такой весенне-летний, и это навевает приятные ощущения и воспоминания. Хорошо, спасибо, Даниил. Я поддерживаю Алику и Доминику, потому что это такая радость, что вся семья собралась и может вместе провести время. Хорошо, Анюта? Ну, я тоже с этим согласна, но можно еще просто, если не хочется выходить на улицу, то можно просто сесть и вместе поужинать, ну, если так поговорить, то это тоже как бы будет счастье и тоже вместе. Ну, можно еще испечь какой-нибудь вкусный вишневый пирог, налить себе стаканчик молока и все вместе усесться, действительно. Ну, мы еще, вот у нас состояние от счастья, мне кажется, это когда мы выходим, уже очень поздно, но еще летний, теплый вечер, и мы катаемся на качелях, разговариваем и куда-то летим в какое-то светлое будущее, но находясь здесь и сейчас. На этом, действительно, этому нужно, ну, не только учиться, но надо уметь просто наслаждаться жизнью. И фиксировать вот это, осознавать, что происходит прямо здесь и сейчас. Спасибо вам большое зафиксировались в этом моменте счастья. Я думаю, это действительно было здорово. Спасибо, что были вместе с нами, смотрели. Мы желаем вашим детям, безусловно, быть счастливыми. Только помните, что ваша задача не сделать все для этого, а научить их фиксировать моменты счастья. Спасибо.